Завершился третий период матча Рубин-Тюмень-Челмет-Челябинск, но не завершилась игра. Пока ничья 3-3. Через 2 минуты начнется овертайм. Пока посмотрим саморез. Заброшенные шайбы в этом поединке. Счет в первом периоде открыл на 18-й минуте Подкорытов после передачи Шепелева и Киртышного. Во втором периоде забрасывали только игроки Рубина на 26-й минуте матча Давыдов после передачи Кравченко и Князева 1-1. 35-я минута Попов после передачи Чиглинцева 2-1 в пользу Рубина. Здесь Попов протолкнул шайбу между щитков Братаря. Через минуту Бабенко после передачи Федотова и Чменева делает счет 3-1 в пользу Рубина. Но с сумасшедшим настроем гости вышли на третий период и смогли отыграться. Хотя поначалу 3-й 20-й минутке ничего не предвещало то, что Чилмет сможет счет сравнять. Была равная игра, даже у Рубина было побольше шансов увеличить разрыв счета. Но на 50-й минуте Киртышный после передачи Шепелева сократил разрыв до минимума. Киртышный сегодня 2 балла уже набрал по системе гол плюс пас. Через 3 минуты Коновалов после передачи Кореневского и Шадрина результат сравнял. Здесь, конечно, были ошибки защитников Рубина, прежде всего защитников Тюменцев. Ну и овертайм у нас 5 минут до первой заброшенной шайбы. Рехтин на подборе. Бросок, Попов, шайбу подбирает. И гол! Гол! Или нет? Судейская камера прямо нависает над воротами. В данном случае с нее, наверное, будет все понятно. Бросок, Попов. И вот здесь важно. Пересекла шайба линию или нет? Как мне кажется, шайба должна была пересечь линию ворот, потому что щитком играл. Играл, да, сыграл. Да, вот посмотрите, выгребает уже из ворот щитком шайбу подскребален. Ну вот такие фанаты. Посмотрите, как пальцы крестиком девушка держит. Владимир Миткин уже знает. Гол! Да, гол! Это победа Рубина! Егор Попов по вертаме ставит победную точку в этой встрече. Спасибо. Белый. Правая раут. Проходит же.